2015 год, Городецкий район, на кадрах важный для региона момент. Официальное открытие Федерального центра обработки данных Минфина России. Спустя пять лет на эту встречу можно взглянуть с другого ракурса. Возможности нового центра, тогда еще председателю правительства Дмитрию Медведеву, представил будущий премьер-министр страны Михаил Мишустин. Мишустин родился в Москве в 1966 году, окончил московский станкоинструментальный институт. Уже в 90-х начал интересоваться сферой IT, работал, а потом и возглавлял международный компьютерный клуб, который занимался интеграцией российских и иностранных компьютерных технологий. В 1998 году Мишустин поступил на государственную службу, занимал высокие должности в государственной налоговой службе, Роснедвижимости и Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами при министре экономического развития Германе Грефе. В 2008 году ушел в частный сектор, работал в инвестициях, в 2010-м вернулся на госслужбу и сразу был назначен руководителем ФНС при министре финансов Алексея Кудрине. Первое и, наверное, самое обширное свое интервью главный налоговик страны Михаил Мишустин дал Владимиру Познеру только спустя 7 месяцев с момента назначения. Это первое крупное интервью, которое вы даете за 7 месяцев. Вы меня пригласили? Само собой, но наверняка другие просили. Вы знаете, дело в том, что, чтобы что-то говорить, нужно сначала вопрос всецело исследовать. Я работал 7 лет заместителем руководителя Федерального службы, она была тогда министерством, заместителем министра, и поэтому прекрасно понимал, что для того, чтобы говорить о стратегии, о развитии или о недостатках, необходимо ознакомиться было. Я реально эти полгода изучал и встречался с нашими представителями регионов ситуацию, для того, чтобы сейчас иметь взгляд, иметь, так сказать, еще раз подтвержденные и понятные и цифры, и планы. Став главой ФНС, Мишустин начал борьбу с грязными данными и необоснованным возвратом НДС. Именно при Мишустине был запущен проект с самозанятыми, который оказался очень эффективным. Только за год в качестве самозанятых зарегистрировались 330 тысяч. Бюджет при этом пополнился более чем на миллиард рублей. Именно при Мишустине был запущен прорывной проект с онлайн-кассами. Стартовал он в 2017 году, но уже сейчас в стране работает почти 2,5 миллиона таких аппаратов. Информация о каждой операции из таких касс в режиме реального времени поступает в Центр обработки данных налоговой службы. Мишустин заявлял, что выручка по каждой кассе в полтора раза больше, чем была до введения контрольно-кассовой техники в действие. Это, по его мнению, свидетельствует о легализации бизнеса и способствует росту доходов региональных и местных бюджетов. В должности главы ФНС России в мае прошлого года Михаил Мишустин принял участие в закладке храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в Сарове на территории Успенского мужского монастыря. Чин закладки совершил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. На церемонии присутствовал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К слову, в своем аккаунте в Инстаграм глава региона поддержал кандидатуру Михаила Мишустина сразу после того, как президент предложил налоговику возглавить правительство России. Знаю Михаила Мишустина с 2010 года. Это настоящий профессионал. Он вывел налоговую службу России на уровень лучших в мире. Трудоголик, фанат своего дела, лучший из лучших. Очень благодарен за его роль в деле восстановления Дивеевской и Саровской обителей на Нижегородской земле. Он человек. Кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра была предложена Владимиром Путиным после того, как правительство Медведева ушло в отставку в полном составе. 16 января на пленарном заседании Госдумы кандидат на пост председателя правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что работа по национальным проектам должна быть форсирована. По его мнению, для большего экономического роста необходимо грамотно использовать ресурсы и возможности нацпроектов. Это касается и повышения производительности труда, поддержки экспорта и малого бизнеса. Деньги, средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать прежде всего в российской экономике. Идти на развитие, в первую очередь, отечественного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей промышленности. Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. За проголосовали 383 депутата, 41 воздержался. Против никто из депутатов впервые не высказался. Это второй результат после Владимира Путина, назначения премьером, которого в 2008 году поддержали 392 депутата. Я хочу поблагодарить президента за опасное доверие депутатам Госдумы, что сегодня очень детально проработали все вопросы. В прошлом году The Financial Times признала российскую налоговую систему одной из лучших в мире. А тогда еще глава ФНС Михаил Мишустин отчитался о крупнейшем приросте налоговых поступлений с 2013 года. Сумма выросла на 23%, то есть почти на 4 триллиона рублей. Эксперты говорят, за 10 лет из Федеральной налоговой службы Мишустин смог создать настоящую IT-компанию, где можно оплатить налоги буквально в один клик. Где каждый предприниматель знает, что жить нужно по-честному, а работодатели четко для себя уяснили, зарплата в конверте чревата последствиями. Вообще, люди, знающие Мишустина, говорят, он требователен не только к подчиненным, но и к самому себе, о чем он открыто говорил депутатам Госдумы. Я буду ориентировать новый состав правительства Российской Федерации на такое тесное партнерство с депутатами Государственной Думы, с фракциями, с Советом Федерации. Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития. Екатерина Васильева. Время новостей. Итоги недели.